Газета «Эврика» Газета «Эврика» Газета «Эврика» И нужна ли эта приставка? И нужна ли вообще была эта приставка, и зачем было переходить на цифру. Поэтому, понимая, конечно, что сейчас не все могут нас видеть, но я думаю, что с помощью так называемого сарафанного радио люди расскажут об этом и своим родственникам, и друзьям, и соседям, что цифровой формат вещания в Казахстане должен был быть введен еще с 1 января этого года, и все телеканалы, как в соседней Киргизии, должны были перейти именно на цифру. Почему? Потому что цифровое изображение более качественно. И те люди, которые уже сейчас купили новые телевизоры, в них встроена эта приставка, те, кто купили отдельную приставку и уже ее подключили к своей антенне, они видят, что действительно изображение стало гораздо лучше, и кроме того, каналов больше, потому что в цифре вещает еще несколько каналов. Там в цифре, я хочу добавить, что вещают до 25 каналов. Мало того, кроме того, что улучшилась картинка, еще и улучшилась функциональность. Добавились новые опции. Так программу телепередач наши телезрители смогут уже выбирать в самом телевизоре и как-то планировать расписание, планировать программу передач. И, я думаю, даже не покупая, ну, во всяком случае, некоторые, да, телеканалы, да, не покупая газету, можно посмотреть прямо в телевизоре. На экране. Да, на экране, какие дальше будут какие-то программы и так далее. Это, думаю, очень удобно, купив приставку за 5-15 тысяч. Ну, это самая дорогая со всеми... Ну, да, пугать не будем, конечно, такими дорогими ценами. Да, ну, это самые дорогие, это прямо, ну, суперкомфорт. Ну, купив приставку по минимальной цене, человек, ну, так сказать, сделает телевидение для себя удобнее и ближе. Во всяком случае, видя цифровые каналы, я прекрасно понимаю, о чем говорю. Да, ну, те, кто уже попробовал эту систему, поняли, что это технологичнее, это удобнее и по качеству, конечно, лучше. Что делать? Прогресс идет вперед. И буквально там в конце 90-х годов была такая же ситуация, когда все телеканалы переходили с метрового диапазона на дециметровый. Тогда вообще приходилось менять телевизор, потому что не все телевизоры принимали такой сигнал телевизионный. Сейчас достаточно к своему старому телевизору купить приставку, она даже недорогая, и не нужно платить каждый месяц, как это делают абоненты кабельного телевидения, потому что один раз вы ее поставили, подключили к антенне и можете смотреть все телеканалы. Да, мы здесь немножко, может быть, опередили время, потому что не все телеканалы в Казахстане полностью отказались от аналога. Это связано с тем, что многие телеканалы вещают и на районы области, на какие-то маленькие города, и там, конечно, уровень еще пока... Передатчики еще старые, да. Уровень знаний людей и, собственно говоря, сами телепередающие центры еще не готовы к тому, чтобы показывать в цифре все телеканалы. У нас это уже сейчас есть, и поэтому мы будем двигаться вперед вместе с прогрессом. Как первый независимый телеканал Казахстана мы стали одним из первых... Проводников цифрового телевидения. Да, цифрового телевидения в Казахстане, да. И хотелось бы, конечно, чтобы наши телезрители в этом нас поддержали, и тоже вот потом нам говорили спасибо за то, что видят в хорошем качестве. Да, диджитал захватил все. Так что еще раз напомню, что вот вырезав этот купон и заполнив его, здесь только нужно написать фамилию и мобильный телефон, в следующий вторник эти ваши купоны окажутся в барабане в программе «Твое утро». Наши ведущие просто в прямом эфире покажут нескольких счастливчиков, которые выиграли вот такую приставку. Опять-таки благодаря нашим партнерам, которые эти приставки бесплатно предоставили в достаточно большом количестве, может быть, на несколько месяцев даже нам хватит на роскошь. Ну, а теперь возвращаясь к материалам газеты. Опять-таки событие драматическое, которое разбирается в суде, и вынесен приговор по уголовному делу, и опять оно связано с тем, что жертвами становятся дети. К сожалению, как бы закон не ужесточался, какие бы меры не принимались, все-таки появляются люди, которые по отношению к детям совершают жестокие действия. И в данном случае совершенно молодой человек, Далеко не этический. Закончивший с красным дипломом университет, которого с удовольствием взяли на работу в школу и поручили ему младшие классы. Он себя повел настолько непредсказуемо для руководства школы, для родителей, что сейчас оказался на скамье подсудимых и получил 7 лет лишения свободы за то, что совершил действие развращающего характера по отношению к третьекласснице. Да, это не изнасилование, да, это не жестокое какое-то действие, но тем не менее, когда ребенку наносится моральная травма, это тоже очень серьезно. Психологическое. Потому что такие травмы остаются на всю жизнь. И для ребенка почему это еще опаснее, чем для взрослого? Потому что взрослый человек может еще как-то это объяснить, может это как-то оправдать. Даже мама этого ребенка, она могла простить, понимая, что совсем молодой преступник. Но, конечно, законодательство очень жесткое сейчас по отношению к таким преступлениям. И вот приговор, как бы он нам не казался, тоже очень суровым, но тем не менее вынесен. Кстати, хочу добавить, что слышал, говорили, были подобные случаи в 90-х годах, когда на территории школ или детских садов приходили подобные мужчины в плащах. Это было все, но видеть это все от представителя образования, от учителя, который должен как раз передавать самые лучшие свои качества и уличить его в подобном, вот как раз таки это и было самым шоком. Да, к сожалению, такие вещи проникают в любую среду и даже, вот как оказалось, в среду педагогов. Еще здесь есть также несколько сообщений, тоже криминального характера. И одно из них рассказывается о том, что экс-полицейский, один из руководителей нашей полиции, сейчас среди арестованных, обвиняемых в краже и незаконном сбыте нефтепродуктов, это настолько, видимо, сейчас уже широкую приобрело форму, распространенность, что буквально каждую неделю мы узнаем о каких-то новых ОПГ, о группах, бандах и так далее, в которых замешаны то транспортные прокуроры, то полицейские, то еще кто-то. То есть, конечно, проблема, о которой нужно уже говорить больше. Нужно говорить об этом шире, может быть, это хорошо, что придается огласке, потому что такие преступления, они, конечно, не могут оставаться в тени, иначе они захватят буквально всю систему государства. О человеке, которого знают очень многие актюбинцы, и, думаю, даже те, кто футболом не увлекается, но очень много о нем слышали, вот в Актюбе вернулся тренер футбольной нашей команды, которого называют одним из самых преданных людей спорту, Владимир Муханов. Да, и с которым, кстати, наша команда, наш клуб пережил именно золотое время, золотой век, можно так назвать, нашего актюбинского футбола. Здесь, как раз в этом материале, вы почитаете о самых его лучших годах, связанных с нашим футболом, и о том, как драматически сложилась его судьба в 2012 году, почему, собственно говоря, он исчез из поля видимости, как он потом возник в Огджет-Песе, и синегорцы, как их называют, тоже выбились где-то в средний уровень самых нижних строчек таблицы. Вот подробно об этом излагается в данном материале. И главное, для чего он пришел, и что от него ожидают наши болельщики в связи с той ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день в нашем клубе и, согласно ее месту, в турнирной таблице нашего чемпионата. Здесь уже аудиторию в соцсетях опросили, что изменится в футбольном клубе «Октубе» с приходом Владимира Муханова. Ну и вот на ответы можете посмотреть, согласны вы с этим или не согласны, будет видно. Он вырвался из плена, так называется, заметка небольшая, но к ней прилагаются очень красноречивые снимки. В прошлом номере газеты рассказывалось о том, что вот на доме, где когда-то жил герой Советского Союза Могижар Букинбаев, появились рекламные стенды, вывески, которые касались организаций, работающих в данном здании, но в результате эти все стенды совершенно перекрыли мемориальную доску. Что, конечно, неправильно, потому что зачем мемориальные доски размещаются на домах героев? Для того, чтобы люди, которые проходят мимо, могли прочитать, могли вспомнить об этом человеке, могли рассказать о нем своим детям. И когда это оказывается в такой неприличной, а до этого времени вообще висела реклама нижнего белья и колготок, то, конечно, вся воспитательная функция здесь теряется и, собственно говоря, извращается. Вот поэтому то, что сейчас эти действия предприняты, это очень хорошо и, наверное, будет уроком для всех остальных, чтобы внимательнее были, собственно, к стенам, к фасадам своих зданий. Улица на Белом Холме, так называется, большой материал на целую полосу, и он, конечно, приурочен к 28 мая, к дню города нашего. Улица, которая называлась Октюбинская, сейчас там только табличка Октюбе, ну, казалось бы, одна из самых старых должна быть улиц, окруженных вниманием, почетом, как живется там людям, что, собственно, какие их беды волнуют, какие заботы. Вот об этом всем вы прочитаете в данном материале. Ну, конечно, есть здесь и фоторепортаж большой о том, как проходила ночь в музее, и достаточно много материалов местного характера и каких-то республиканских обзоров, международной информации. Ну, сегодня мы только о некоторых с вами поговорили. Конечно, все прочитать вы можете даже не за один день, у вас целая неделя впереди, так что читайте газету «Эврика» и будете в курсе всех событий. Спасибо большое, до встречи. Всего доброго.